Готовлю обед себе в своей мультиварке. Это я для многих людей, которые думают, что я рекламирую что-то, а сам не употребляю. Вот смотрите, какие прикольные штучки у меня. Здесь глютамин, здесь протеин, здесь БЦА. Удобно, штучки цепляются. Всегда с собой беру, чтобы если не успел поесть, я что-то поем. И, кстати, беру это я все в империи силы. Ссылка внизу в описании. Что еще я ем? А льняное масло обязательно один раз, а то и два. Ну где-то столовые ложки. Я так уже просто ложку не наливаю. Открываю, плотаю. Индивид сейчас пока витамины. Аскорбинка, аспаркам, магний. Ну и иногда йодомарин еще ем. Сейчас, например, решил где-то недельку поесть его. Остальное все дома. Да-да, это мой друг для тебя. Для тех, кто не верит мне, что я именно ем то, что рекламирую. Да-да-да. Можете посмотреть. Видите? Главное, удобные штучки. Можно много их нацеплять. Дорогие друзья, хочу вам показать. Сейчас я за нахожусь на работе. Это отдыхающая комната, где машинисты, ну, железнодорожники спят. Сейчас никого нету, я тут один. Ну и вечер я немножко решил размяться. Покажу комплекс упражнений. Сегодня хочу вам показать комплекс упражнений вот с этим эспандером резиновым. Он со мной постоянно. Этот резиновый эспандер на работе и петли трерикс. Я постоянно их к собой вожу. Покажу вам комплекс упражнения. Первое упражнение – тягать подбородку. Локти высоко держите. Локти выше рук. Комплекс упражнений с эспандером очень многие применяют. Применяют борцы, боксеры. Этот эспандер у меня где-то с мизиней с толщиной 10-метровый. Мне хватает его. Если одной живы не хватает, я просто делаю две, три. И делаю в махе удары, делаю вывороты. Ну, разные упражнения. Можете их кто-то посмотреть. Очень много в Ютубе этих упражнений. Сегодня я показываю просто комплекс упражнений на плечи и на руки. Второе упражнение типа жима штанги или жима гантелей вверх. Но у меня только с резиной. Тихо. 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 Чтобы экспандер было делать тяжелее, вы не отдыхаете так, как с гантелями и со штангами, а делаете 20-30 секунд. Чуть-чуть дыхание перевели и следующее упражнение. Таких кругов можно сделать 3-4. Вот что я сейчас буду делать. Третье упражнение – это махи в сторону резины. Плечи наливаются. Вот кто попробует, если или кто с резиной работал, тот понимает – совершенно другая нагрузка. Вы пробуйте. может быть, кого-то надоело или на работе. И вообще, если у людей нет возможности. Например, сейчас в другом месте нахожусь. У меня ни турника, ни брусьев нет. Но есть резина. Будем резину тянуть. Четвертое упражнение. Это так называемое упражнение тоже на плечи, на задний пучок. И так называемое упражнение. И так называемое упражнение. Вот эти четыре упражнения мы несколько кругов, 3-4 круга гоняем. Следующее упражнение – это на руки. Всем нравится руки качать там. Упражнение на бицепс. Упражнение на бицепс. Если кому давят руки, резина открывается. У меня есть вот такие вот, получается, из полипропилена трубочки, которые идут в сантехнике. Вот. Можно их внутрь одевать. С помощью ежи. С помощью ежи. Локти у нас не ходят. Локти как прижаты к телу. С помощью ежи. Также можно и молоточки поделать. Это тоже самое упражнение на бицепс. Только кисти развернуты. Без упинаций. Следующее упражнение сделано на трицепс. Называется французский жим споя. Ну, опять же, все с резином. Сегодня я показываю упражнение с резиной. В общем, кину резину сегодня. И вот. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, ну это вот небольшой такой комплекс упражнений на плечи и на руки. Я показал вам работать с резиной. Вы же понимаете, что этих упражнений очень много. Причем сами вы можете их придумывать. Я за трубы цепляю, за ветки, еще что-то. Не обязательно наступать на ноги, как я делаю. Так что занимайтесь спортом, креативьте. Всем удачи, здоровья и позитива. С вами был Спортивный Дед. Пока.